Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». 11.07 в Кирове, понедельник. Программа «Дневной разворот». Светлана Занькова, Владимир Сметанин. Добрый день. Да, здравствуйте. Сразу же перейдем к озвучиванию тем, которые мы сегодня будем обсуждать в течение этого и следующего часа. Ну что, начнем мы с семейных фермерских хозяйств. Да, как и обещали, пригласили Алексея Котлячкова, главу департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, заместителя председателя правительства области. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Добрый день. Тем, кто слышал наши эфиры, мы говорили по выставке «Агровятка». И вот в течение обсуждения о вообще состоянии сельскохозяйства в Кировской области, в частности, мы говорили о подготовке к весенне-летнему периоду, о механизации, обновлении парка. Там как раз Алексей Алексеевич упомянул, что 2014 год – это год фермерских хозяйств в России. Мало того, что в России, это вообще-то во всем мире. Международная штука. Международная штука, да. Продовольственная и сельскохозяйственная часть Организации Объединенных Наций объявила этот год Международным годом семейных фермерских хозяйств. И оказывается, в нашей области, оказывается, потому что для меня тогда вот это было открытие. Наверное, Володь, ты тоже первый раз услышал тогда, что у нас тоже принята большая достаточно программа. Мы ее, кстати говоря, вот распечатали на нескольких страницах. Она довольно объемная, и нам очень хотелось бы поговорить об этом, потому что вот этой теме у нас предшествовало несколько эфиров, в том числе у нас был эфир по сельскохозяйственным рынкам. И мы тогда как раз опрашивали представителей фермерских хозяйств, небольших таких фермерских хозяйств, на предмет того, какие у них есть вообще сейчас проблемы, перспективы, что они об этом думают. Мы об этом сегодня как раз поговорим. 708-502 номер телефона прямого эфира нашей студии. 808-909-720-101-0. Это номер для ваших смс. Всех, кого волнует эта тема, призываем звонить в течение первого часа. Ну и кроме того, на нашем сайте hakirovo.ru есть не только аудио, но и видеотрансляция эфира. Второй час тоже проанонсируем? Да. Во втором части нашим гостем станет главный федеральный инспектор по Кировской области Андрей Чичеватов. Там у нас сразу несколько тем для беседы с ним. Ну давайте озвучим. Мы будем обсуждать и меры поддержки многодетных семей в части предоставления бесплатной земли им. Будем говорить о том, как реализуется проект «Продуктовая карта» для многодетных семей. И еще обязательно должны мы успеть поговорить о развитии массового спорта. Да, в частности, мы будем говорить о хоккее как приоритетном виде массового спорта, который сейчас развивается на территории Приворского федерального округа и в нашей области тоже. И к этой теме мы приурочили опрос, который расположен на нашем сайте эхокерова.ру и в нашей группе ВКонтакте. Опрос звучит следующим образом. В качестве дополнительных занятий для ребенка, что вы выберете? Занятия в спортивной секции, обучение иностранным языкам, кружок интеллектуальной или творческой направленности. Никаких дополнительных занятий в школе. И так нагрузка ОГОГО. Заходите, голосуйте. Посмотрим, насколько вам интересна действительно эта тема. И что вы вообще думаете о развитии хоккея на территории нашей области? Насколько должно быть приоритетным? Ну что, теперь первая наша тема. Более месяца еще назад, 5 марта этого года, в Рио губернатор Никита Белых подписал указ об объявлении текущего года в Кировской области годом семейных фермерских хозяйств. Можно сказать более месяца, а можно сказать всего лишь месяц назад был подписан указ. И уже вот такой достаточно большой план мероприятий. И, кстати говоря, как мне кажется, довольно такие значительные средства в виде грантов, да, грантовой помощи семейным фермерским хозяйствам в этом году выделяется. Почему, ну давайте начнем, да, с самого начала. Почему, собственно говоря, такое внимание семейным фермерским хозяйствам в этом году решили оказать? И насколько это сейчас актуально на территории Кировской области? Спасибо. Сказать, что именно в этом году определенное внимание указано, так нельзя. Можно только констатировать, что в рамках, как вы уже говорили, что это такое международное мероприятие, и у нас Организация Объединенных Наций, сокращенно ФАО, этой организацией 2014 год объявлена Международным годом семейных фермерских хозяйств. Здесь отмечу, что почему я сказал, что не только этот год, а этот год так как международный, и поэтому и Россия, и наша область сюда присоединились продолжить эту работу. Если говорить в целом о фермерском движении, оно началось со времен перестройки, когда позволило государство в рамках организационно-прывых форм, поэтому я говорю, что позволило, можно создавать фермерское хозяйство, выделялись государственные средства, это начало 90-х годов, и тогда определенное движение, формат такой появился у нас в Российской Федерации, и надо сказать, что он имеет очень разную картинку по территориям. Если брать нашу сторону северную, я имею в виду не только Кировскую область, а соседние наши регионы, Удмуртия, Пермский край, здесь Вологда, Кострома, Нижегородская область, Ленинградская область, ну вот европейские части, североевропейской части, то мы увидим, что в принципе тот порыв фермеров был, наверное, одинаков примерно по России в целом, но состоялась, эта компания привела, состоялись не все фермеры в 90-е годы, потому что совершенно разные условия для ведения сельского хозяйства на нашей территории, которую я обозначил, и брать там цент по Волжье, юг по Волжье. У нас очень длинная зима, короткое лето, мало солнечных дней, и совершенно разные виды деятельности нам природа разрешает заниматься выгодным, имеется в виду, видом деятельности. На чем зарабатывают фермеры на более южных территориях? Масло подсолнечное, то есть семена подсолнечника выращивают, у нас лето не позволяет, пшеница твердых сортов растет, у нас не хватает солнечных дней, и клейковины мало. Кукуруза на семена у нас не растет, опять же, короткое лето. И поэтому за эти годы уже прошло немало лет, то есть это более 20 лет, и такой сформировался образ сельхозтоваропроизводителей, в целом по Российской Федерации, вот по нашей территории, что у нас две трети их производится продукция на территории, вот ту, которую я обозначил, с Кировской области, производится в крупнотоварном секторе. То есть это ООО, это ОАО, это СПК, то есть это немаленькие такие предприятия. А одна треть производится, это здесь и животноводство, и растеневодство, только в таких, в небольших по организационной форме предприятиях. Если взять ниже Татарстана, туда там Саратовска, Самарска, там как бы картинка наоборот. Но надо сказать, что и у нас в Кировской области на сегодняшний, на этот год, у нас зарегистрировано 420 таких крестьянско-фермерских хозяйств. И если брать по производству, то молоко-мясо, молоко-мясо, как основного продукта, на чем наши крестьяне зарабатывают, у нас доход в сельском хозяйстве 80% это от животноводства. Растеневодство, там и другие виды деятельности дают этот доход. Поэтому вот в этих производствах молоко-мясо, крестьянско-фермерское хозяйство, занимает от полутора до двух процентов. То есть это небольшая доля. Здесь нельзя говорить о том, что и часто задают вопрос, что какие-то условия не созданы. У нас природно-климатические условия как раз таковы, что нам выгоднее крестьянам в большом производстве работать, чтобы низкую себестоимость иметь продукции. Вот эти годы государство вторую волну объявило, когда объявили нацпроект несколько лет назад, с 2008 года начался нацпроект, в том числе и в агропромышленном комплексе. И здесь все формы государства стало поддерживать. То есть и личное подсобное хозяйство, а крестьянское фермерское хозяйство, они имеют статус сельхозтоваропроизводителя, которые имеют право государственной поддержки на любой территории России, в любом субъекте. Они к этой категории относятся. А личное подсобное хозяйство, они не являются сельхозтоваропроизводителями, то есть не имеют такой статуса. В рамках закона о сельскохозяйственном производстве, то вот в рамках нацпроекта и личное подсобное хозяйство стали определенную форму поддержки получать. То есть это субсидирование процентных ставок. И государство здесь взяло даже такую серьезную ношу на себя. 95% они взяли на себя, как федеральный бюджет, и 5% на областной бюджет. Это при условии личного подсобного хозяйства? Это чисто на личное подсобное хозяйство. А при условии, что ты не будешь производить для кого-то, продавать излишки, что называется? А это как бы твое дело. Ты все равно просто кредитные ресурсы берешь. Здесь же восстановление, восполнение процентной ставки. То есть ты берешь кредит, ты что-то приобретаешь, а ты потом должен вернуть кредитные ресурсы. Здесь ты в любом случае будешь продавать. Если только для себя, ты не сможешь иметь от этого доход. Это вот в рамках нацпроекта поработали, и государство снова с 2012 года, то есть в 2011 году нормативная база была подготовлена, и с 2012 года государство объявило новую такую волну, уже как бы основанную и обоснованную на том, что личное подсобное хозяйство, поимев определенную поддержку от государства, имеет сегодня возможность и в другие формы переходить, то есть начинающего фермера поддержка и вот этих семейных животноводческих ферм. То есть это как бы следующий этап, который государство определило. Зачем? Зачем вот такие были введены программы? Зачем была подведена нормативная база? Потому что действительно более 20 лет движению фермерскому можно там уже отмечать или не отмечать, потому что есть и положительные, безусловно, примеры, но в массе своей, на самом деле, фермерские хозяйства, которые организовывались в 90-х годах, они были ликвидированы, да, люди не смогли с этим справиться в силу тех или иных причин. Почему вдруг снова возвращается на вот эти рельсы, наверное, какие-то немножко другие, модернизированные и так далее. Но зачем? Потому что вот очевидно по нашей области, если мы будем говорить, то очевидно, что все равно выживают какие-то крупные действительно хозяйства, которые могут подтягивать большие ресурсы, которые могут обеспечивать свои производства новыми мощностями, корпусами, техникой и так далее. Ну и плюс еще, да, погодные условия. Вот зачем это все? На самом деле, государство снова обращает внимание для инициативных людей, людей, которые умеют работать в сельскохозяйственном производстве, потому что там условия непростые, что любой, кто услышал и захотел стать фермером, и все, ты получаешь бюджетную поддержку. Надо четко понимать, что государство уже четко сейчас отслеживает и во всей нормативной базе прописывает эффективность использования бюджетных средств. То есть это средства налогоплательщика, и они должны эффективно использоваться. Естественно, это все должны понимать, и я тоже это поддерживаю, что средства налогоплательщика должны быть целенаправлены и эффективно использоваться. Так здесь государство определяет, что на сегодняшний день не все крупные предприятия сумели выжить по разным причинам. То есть есть сегодня территории в Кировской области, где крупнотоварный сектор не сохранился, а условия для проживания есть. То есть дороги, социальная сфера, а формат какой-то надо находить. Поэтому здесь и государство поддерживает, что вы, пожалуйста, производите продукцию, занимайтесь сельскохозяйственным производством, тем более, что в рамках продовольственной доктрины, которая обозначена президентом, что у нас должно производиться не менее 85% внутреннего потребления продукции на территории Российской Федерации. То есть здесь через этот механизм идет формирование собственника. Активного собственника. Именно активного, да. Такого собственника, который умеет зарабатывать и считать деньги. А можно поинтересоваться, вот как сейчас, вот вы сказали, да, 420 крестьянско-фермерских хозяйств у нас на территории области, как выглядит среднестатистическое сейчас фермерское хозяйство? Что в его распоряжении есть? Техника, сколько людей, что это? Ну, без техники, конечно, работа невозможна. Невозможна, да. Это сегодня не тот труд. Значит, есть фермеры, которые занимаются картофелем. Допустим, взять Совковых, вот такого фермерского хозяйства в Котельническом районе, крестьянско-фермерское хозяйство. Они занимаются еще и семеноводством здесь, в Котельниче. Значит, фермер довольно успешно занимался растеневодством и стал вот ферму строить в Яранском районе, Мамедов. Он вот с 90-х лет ушел в фермерство, агроном по образованию. Здесь, конечно, надо, хочу сказать сразу, что надо быть специалистом и по требованию, и как по логике своей, потому что часто там, где не состоялось производство, это нарушение дисциплины, в первую очередь, технологической, во вторую очередь, производственной или обоих дисциплин. Эти две дисциплины, которые идут рядом, которые должны быть. У нас есть в Лебяжском районе успешные фермеры, которые чисто растеневодством занимаются. Но у нас такая территория, что год может быть удачный на зерно, на травы, на семена произвести. Другой год не может быть удачным, поэтому здесь и сами фермеры понимают, что надо вести и то, и то производство в один год за счет. И рынок, сейчас же все равно рынок, там планов плановых нет, заданий, плановой экономики такой серьезной нет. Поэтому бывает год на рынке, то цена на зерно есть, то ее нет, там цена на мясо поднимается, то она опускается. Поэтому надо и тем и тем заниматься, чтобы в один год и этим... Да, собственно, такая ситуация на самом деле существует во всем мире. Почему сельское хозяйство и субсидируется от государства. И прекрасно мы знаем, что и благополучная Франция, и другие европейские страны, уж не знаю, как там в Америке, но регулярно фермеры устраивают из-за бастовки и демонстрации различного рода. То молоко разорьют по улицам, то сено привезут к парламентам. Или навоз. Да, субсидирование понятно. Но мы, кстати, по деньгам еще обязательно поговорим. Вы сказали, что поскольку крупные хозяйства, там большие холдинговские структуры, там не развиваются... Я холдинг не называю. Да, не развиваются. Закрытого, открытого типа. То осуществует какая-никакая. У нас основная форма СПК. Это сельскохозяйственный производственный кооператив. Половину, если взять у нас 400 с лишним предприятий, работающих и получающих деньги из бюджета в реестре, то половина из них форма СПК, то есть бывшие колхозы. Половина, другая половина это или ООО, или это ОАО. То есть вот такой формат в правом поле. А занимаются они одним и тем же общим? Ну, как мы говорим, крупные холдинги, да у нас таких вообще в правом поле нет понятия холдинг. Есть группа предприятий. Группа предприятий. А таких, если холдингов, у нас их просто так по пальцам раз, два, три, все. То есть у нас в основе предприятия с количеством коров, допустим, 400-500 коров, может 300, конечно, есть поменьше, есть побольше. Но это не те предприятия, о которых мы сейчас говорим. Первомерское хозяйство это совершенно иная структура. И именно в связи с тем, что люди на селе остаются, да, и там есть еще, существуют дороги и условия, там электричество и все прочее, вот их сейчас поддерживают деньгами, грантами для того, чтобы эти фермерские хозяйства существовали. Давайте разберемся по деньгам. В 2012 году, вы уже упомянули, реализуется проект, да, новый, можно сказать, новый виток, новое дыхание. И по результатам конкурсных отборов, вот я сейчас буквально зачитываю информацию с вашего сайта, которые были проведены в 2012-2013 году, грантовую поддержку в сумме 85,5 миллионов рублей получали 13 начинающих фермеров и 9 крестьянских фермерских хозяйств. Правильно ли я понимаю, во-первых, сумма, как мне кажется, немаленькая, но насколько можно значительно ее оценить? Что на эти суммы фермеры могли приобретать? В среднем у нас получается на начинающего фермера 1 миллион 300, получилось за это на семейную жидко-ноуческую ферму для создания 7,6 миллиона рублей. Большая это или маленькая сумма, они, конечно, не такие большие, но которые позволяют дополнительно развивать свое производство. То есть, как я уже сегодня говорил, что кто-то пришел бы с улицы и заявился, во-первых, здесь серьезные условия, ты должен быть профессионалом. Или образование у тебя должно быть специально сельскохозяйственное, или ты должен не менее подтвердить, что ты личным подсобным хозяйством занимаешься не менее трех лет, или ты работал в сельскохозяйственном производстве не менее трех лет, то есть ты понимаешь, что делать. Второй вопрос, здесь и так и называется, что конкурсный отбор, то есть они проходят на самом деле в защиту своего бизнес-плана. У нас создано постановлением правительства комиссия, в которую входят депутаты СЗС, то есть не только чиновники, а департаменты и непосредственно представители фермерских хозяйств, которые уже имеют значительный опыт работы. И вот такая комиссия заседает, сначала рассматривает документы, все ли правильно представлены перечень документов, а второе рассматривает сам бизнес-проект, насколько он приемлем, насколько он живуч, чтобы не было ни у кого никаких иллюзий. Какие должны быть там показатели в этом бизнес-проекте, чтобы мы поняли, что да, это хозяйство может существовать и быть эффективным? Очень хороший вопрос. Естественно, это экономика. Что бы мы ни говорили, к чему мы ни приводили, всегда это доходность. Если баланс складывается, что ты этого получаешь доход, превышающий сумму затрат, вложенных в производство, то это живучий проект. И вот из этих проектов начинается отбор. То есть это, конечно, такая кропотливая многоразовая встреча вот этой комиссии, где фермеры докладывают, доказывают, и сначала они думают, что тут предвзято, а потом, когда они побывают, там же открыто все побывают, и послушают, как другие защищают свой бизнес, проекты бизнес-планы, насколько каждый вопрос проработан. Семена, какого качества, какие удобрения применяются, в каком объеме применяются. Тогда они понимают, что да, на самом деле здесь происходит серьезный отбор. И ведь этой комиссии, эта задача, чтобы у него состоялся этот бизнес. Просто чтобы он не посмотрел, что дай-ка я там получу, деньги получатся, не получатся. А у других ведь, и не только ради денег он идет, он на самом деле хочет заниматься серьезными производствами. Чтобы его поправили на этой комиссии, тут сидят, конечно, специалисты. А эти планы составляются, они формируются на один сельскохозяйственный год или на более долгосрочную перспективу? Здесь разовая поддержка, которую ты можешь получить, она, конечно, на перспективу. Ну, ты строишь, допустим, тебе, может, у одного фермера уже есть трактор, тут же создание семейных ферм, то есть уже база какая-то есть, у тебя есть техника, у тебя есть какие-то складские помещения, ты решил заняться животноводством. Ты показываешь структуру всего оборота своего, показываешь, на чего ты бы хотел истратить деньги, на строительство фермы, на покупку семян каких-то дополнительных там и так далее. То есть надо для фермы создавать кормовую базу. Вот таким образом это проходит. Там прописано у нас в правилах, что не более 20 миллионов рублей можно одному начинающему фермеру выделять, но так как у нас деньги все равно ограничены. А сколько их, кстати, на этот год? На этот год у нас 22 миллиона из областного бюджета и 24 миллиона из федерального бюджета. 46 миллионов всего? Да. И до 20 миллионов может получить фермер поддержки. Он может как бы получить в правом поле, да. Но, естественно, вы хотите, вы заинтересованы в том, чтобы как можно больше. Если 46 миллионов разделить, например, на эту самую максимальную сумму, то это получается 20 небольших фермеров могут такую поддержку получить. А по факту что? Ну вот я назвал, что мы получили, за два года мы получили 13 начинающих фермеров и 9 семейных животноводческих ферм. Но это как бы живучие проекты, которые на самом деле уже могут при… вот этих желающих много, поэтому, конечно, комиссии приходится вот прорабатывать эти бизнес-планы очень внимательно, чтобы сминимизировать расходы побольше. И фермеров было, потому что на самом деле желающие есть. Но в то же время, чтобы у нас и проект состоялся. 708-502, номер телефона прямого эфира. Если вас интересуют вопросы о ведении личных фермерских хозяйств, создании фермерских хозяйств, вы можете позвонить и задать вопрос Алексею Котлячкову, главе Департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, после чего вернемся с тем же вопросом. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается «Дневной разворот». Мы говорим о том, что в регионе развивают и намерены дальше развивать семейные фермерские хозяйства. И в особенности мы делаем акцент на то, что нынче 2014 год объявлен Организация объединенных наций годом международным, годом семейных фермерских хозяйств. Вы сказали, Алексей Котлячков, кто только что подключился, глава Департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, у нас в гостях. Вы сказали, что много заявок подается. Не могли бы вы уточнить, сколько на данный момент есть заявок? Более десятка заявок. У нас на этой неделе завершается прием заявок, и комиссия приступает к рассмотрению этих заявок. К рассмотрению. Вот 46 миллионов, которые сейчас есть в распоряжении, которые будут распределяться между теми конкурсными работами, которые этот конкурс пройдут, и отбор. А на дворе апрель месяц, тут еще май, комиссия, майские праздники, комиссия будет заседать, отбирать процесс, как вы сказали, сложный и небыстрый. Не поздно ли? Нет. Это так проходит. Что успеют сделать уже, когда сезон вроде бы как начался? Не жалуются, не предлагают, вот бы пораньше. Начинается год, и, допустим, у них же идет рабочий процесс, они ведь рассматривают сейчас эту работу на будущее. То есть они деньги получат где-то, наверное, в июне-июле месяце, и они на эти деньги, эти деньги у них на счетах, и они по этому бизнес-плану там продолжают работать. То есть это уже закладка на будущий сезон? Да. Закладка на будущий сезон. Судя по тому, что вы сказали, вот я, насколько понимаю, все-таки это уже грантовая поддержка для существующих хозяйств, не с ноля. Тут слово есть семейных животно-уческих ферм. То есть это обязательно, есть начинающие фермеры, а есть фермеры, которые увеличивают свое производство, и здесь должна быть только семья. То есть в первую очередь уже поддерживают существующие семейные фермерские хозяйства. Вот за 2012-2013 год уже 22 хозяйства получили эту поддержку. Скажите, пожалуйста, отслеживаете ли вы какие-то результаты, как они развиваются, как используют свои средства? Ведется ли вот такая работа? Работа ведется, обязательно отслеживается. Там, где присутствуют средства бюджета, вся эта контрольная работа проводится. Все, ну, кто-то, у кого-то полегче получается, у кого-то потяжелее получается, но у нас претензий на возврат денежных средств никому из фермеров не было. А могут такие? Есть такая процедура? Если не выполняют условия, конечно. Ну, то есть если не выполняют условия, как они должны обратно вернуть эти деньги? Естественно. Обратно вернуть все деньги. То есть нужно вот не просто так, это не подарок. Получили грант, а мясо, молоко не дали. Нет, это все. Если у них бизнес-план разработан, допустим, на два года, после двух лет, они должны, ну, они вообще, во-первых, они регулярно отчитываются о проделанной работе. Это вся работа проверяется. Если они не будут выполнять в сроки, значит, тогда они должны будут и вообще кто-то там срываться вдруг по разным причинам, в жизни такого бывает, они должны вернуть эти деньги. А если какой-то форс-мажор, засуха, наоборот, наводнение, пожар, ну, вот что-то такое непредалимое. Ну, здесь, видите, как все должно быть застраховано. Сегодня государство выделяет деньги на страхование урожая, на страхование, значит, имущества. И здесь, ну, какие-то... А в заявке, вот когда подают вот эти бизнес-планы, там страховка обязательно должна учитываться? Обязательно. Должна учитываться. Вот у нас есть уже 22 хозяйства за 12-13 годы. И сейчас еще 10 новых заявок. Или те, кто получал гранды, снова могут их получать? Нет. Может только участвовать один раз. Только один раз. То есть это уже там, ну, как минимум 30 хозяйств получается? Если он не победил в этом году, он может на следующий год участвовать. А если получил, то все, больше нет. Расскажите, как вы оповещаете вот эти семейные фермерские хозяйства о том, что проводится вот этот конкурс и что могут подавать документы? Как это делается все? Ну, здесь, конечно, все открыто. Здесь, кроме того, что мы вывешиваем на сайте нашего департамента, мы понимаем, что сайт департамента... Ну, немало людей, которые, может быть, вообще не смотрят. Конечно, мы через районные администрации, через управление сельских хозяйств и глав сельских поселений, которые непосредственно работают на своей территории и которые по роду своей деятельности обязаны вот как раз цепляться за любое развитие, через, в том числе, и фермерские хозяйства. Вот когда мы проводили, уже упоминали, когда мы проводили эфир и подключали сюда небольшие хозяйства, уж не знаю, как их можно в правовом поле назвать фермерские или подсобные хозяйства. Но они на земле работают? Они работают на земле. Это вот как раз те фермеры, так скажем, которые производят, например, яйца, производят мясо кролика, да, вот как это сказать, добывают, производят утки и вот это вот все. Там люди, кстати говоря, называли одной из самых важных проблем, которые существуют в этих хозяйствах, это сбыт. Реализация, сбыт, в частности, говорили, что трудно пройти ветконтроль, что нет централизованных каких-то мест приема, вот этого же мяса или яйца, и трудно дальше куда-то поставлять, у нас нет нормальных фермерских рынков. В этом отношении? Вот это вот самые большие, две главные проблемы, которые назывались. И еще третье, утилизация. Ну, мы все с вами работаем, живем и работаем в правом поле. Есть какое ветеринарное требование, ветеринарное законодательство, оно должно выполняться. На прилавок или на то место, где мы с вами как граждане приобретаем продукт, мы с вами же должны быть гарантированно обеспечены хорошим продуктом. Они не отказываются от ветеринарного контроля, говорят, что неудобно, вот он устроен. Я сейчас не могу это прокомментировать, что как неудобно. У нас в каждом районе есть ветеринарная служба. В каждом, в какой-то населенном пункте, конечно, мы не можем такую сделать государственную службу, но в каждом районе есть государственная служба, которая проконсультирует по всем правилам ведения сельскохозяйственного производства. И надо сказать, что ветеринарная служба у нас и направлена на поддержку правильного введения сельскохозяйственного, ну, животноводства, ветеринарная служба связана с животноводством. То здесь никаких вопросов нет. Другой вопрос, что людям иногда не нравятся эти требования, что я могу хоть где забить животное без всякого контроля. Мы это не можем допустить, но государство через ветеринарную службу, через правополе не допускает. Это и правильно делают, потому что нам нужен продукт, как есть выражение, врач лечит человека, ветврат человечества. У нас же очень много в мире, в том числе и в Российской Федерации, разных бывают заболеваний. Вот сейчас, допустим, у нас по области очень много бешенства. Как бы такого раньше не было среди диких животных, в первую очередь, это лиса, там, енот. Они заходят на ферму, заходят к людям. Могут же быть и вообще смертные нежные случаи, в том числе для человека. Мы же как раз стоим через эту службу на страже. Да, я понимаю, извините, Алексей Алексеевич, что переживаю, нужно выполнять рынки. На самом деле, каждому человеку, ну, у нас там территориально так расположено, каждому человеку, пусть это не фермер, личное подсобное хозяйство, который бы хотел реализовать свою продукцию. Другой вопрос, что у нас, они места есть, у нас потребка операции, готова закупать продукцию, в том числе излишки в личных подсобных хозяйствах, в этих фермерах. Другой вопрос, что не устраивает вот эти ценовые... Закупочная цена. Да, вот эти ценовые взаимоотношения. Поэтому сегодня государство говорит, создавайте сами кооперативы, то есть есть такая форма организационно-права. Вы можете сами на своей базе создать, объединиться для реализации своей продукции. На самом деле, объемы очень малы, и с этими объемами выходить, ну, очень сложно куда-то на рынок. Или надо увеличивать производство. Поэтому и говорят, что трудно реализовывать через какие-то магазины, а вот если бы были открытые фермерские рынки, куда фермерские хозяйства могут там еженедельно, по воскресеньям, по субботам привозить свой товар, вот чего не хватает. Надо создавать... Ну, я вам так скажу, допустим... Вы-то как лично считаете? У нас в достаточной степени обеспечены вот эти места по сбыту? Или все-таки есть проблемы, и нужно над этим работать? Над этим надо работать, и работа эта продолжается. В том числе и в городе Кирове увеличивается количество как раз рынков. И сегодня город приглашают на разные, и не только ярмарки, на постоянно действующие места для реализации своей продукции. Ну, вопрос есть, и над ним и надо продолжать эту работу. Ну, так как бы мой совет, как человек, немножечко разбирающийся в этих вопросах, конечно, чтобы реализовать продукцию, надо ее хорошо готовить, надо хорошо ее представлять. Сегодня потребитель очень критично относится к покупаемому продукту. Здесь, конечно, надо организовываться через кооперативы. Сегодня форма такая есть. Снабженческая, СБТВ, потребительские кооперативы, обслуживающие кооперативы, и решать свои вопросы. А вот когда подают на конкурсные заявки, там наверняка сбыт тоже обозначен. Есть ли там условия, где будет продаваться эта продукция, только на территории Кировской области или за ее пределы? У нас единое экономическое пространство, называемое Российской Федерацией. И таможенный союз еще. Продавайте, куда хотите. Буквально минута остается, да. Вот какие конкретно цели ставите, да, от этого года семейных фермерских хозяйств? К чему стремитесь? Потом же итоги будут подводиться, да? Ну да, естественно. Какие-то показатели должны улучшиться. Естественно. Значит, в этой программе все прописано. Один из вопросов, конечно, это увеличение выпуска продукции, животноводческой, мясной продукции. Ну и есть там и растеневодство. Конечно, основное это животноводство, которым в большей мере предназначены те направления, которые мы сегодня здесь обсуждаем. А можно сказать в процентах? Вот вы говорили, что до 3-х процентов, 2-3 процента, да, только животноводческой продукции и фермерских хозяйств поставляют на наши рынки. Есть там какая-то цель увеличить до 10 процентов, например? Такой цели нет до стольки-то увеличить процентов, потому что в крупнотоварном тоже там растет увеличение. Мы говорим, что увеличить и создать благоприятные условия на тех территориях, где люди хотят сами работать. Ну что, спасибо. Завершается первая часть дневного разворота в Кирове. Мы благодарим Алексея Котлячкова, главу департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, зампредседателя правительства области. Мы вернемся в следующем часе, а сейчас у нас новость. Редактор субтитров А.Семкин